Сегодня 29 июля, и я наконец-то еду на гастроли в Нидерланды. Весты каждые 48 часов. Итак, рум-тур. Хочешь, не хочешь, вынужден все время взаимодействовать с людьми. Все вокруг тусуются, там танцуют. Я как бэби-йода. Where is no a wrong note, where is a leading note? Тебе не нужен листок с музыкой, музыка есть уже внутри тебя. Всем привет, дорогие друзья! Как вы думаете, что это я тут разодела символику NGO и принесла вам замечательный антистресс мячик? Может быть у меня стресс? А вот и нет! Я наконец-то собралась с мыслями для того, чтобы записать вам видео о фестивале NGO, в котором я приняла участие этим летом. Честно признаться, это должен был быть влог. Сегодня 29 июля, и я наконец-то еду на гастроли в Нидерланды. Первое дело в любом месте — обязательно найти кофе. Я первые несколько дней проекта очень старалась вам записывать какую-то историю, какие-то связанные кусочки для того, чтобы потом сделать нормальное видео, которое блогеры делают. Первый день очень стрессовый, потому что нужно очень много взаимодействовать с людьми, нужно было играть после долгого перерыва. Плюс я сижу концертмейстером, и на меня возложена некоторая ответственность. Доцените, пожалуйста, вот эти шторы с березками. Я поняла, что совмещать проект такого рода, такой интенсивности с ведением канала, с записью видео, мне пока еще очень сложно, и поэтому я перешла на сторис в Инстаграм, на какие-то посты. Кстати, если не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подписывайтесь. Я в последнее время там очень активно и рассказывала в том числе очень много про вот эти вот гастроли. Я напоминаю, что NGO — это нидерландский молодежный оркестр, туда нужно играть конкурс, и я сыграла конкурс в 2020 году, и вот наконец-то мне представилась возможность на самом деле поучаствовать в проекте, не в каких-то виртуальных активностях, а именно играть на сцене и взаимодействовать с людьми. И мне этот опыт очень-очень понравился. Я невероятно жду наш следующий тур, который будет в январе. Начнем с того, что немножко расставим. Сначала у меня был джазовый проект, это очень камерная, интересная импровизационная история, а также симфонический проект. Такая более стандартная, обычная оркестровая сессия, зато с потрясающими концертами в великолепных залах «Концерт Гебао» и «Орфеус». За все время фестиваля нам была предоставлена уникальная возможность не пользоваться масками вообще, но цена, которую мы должны были за это заплатить, — это тесты каждые 48 часов. Каждые 48 часов мы делали антиген-тесты, которые ты делаешь самостоятельно. Это совершенно не больно, не сложно, мы к этому привыкли и относились уже с юмором. Атмосфера вот этой безопасности и возможность забыть о существовании коронавируса, спокойно общаться с людьми, подходить, обниматься, на репетиции также быть без маски, играть без маски — это потрясающая возможность. Я понимаю, что в России все это уже давно отменили, но в Европе с этим очень строго. И вот сейчас мы вернулись в консерваторию и опять нам напоминают постоянно о том, что нужно быть в масках на уроке. Играть в маски на уроке — что-то сложное, очень-очень непросто и утомительно, и жарко. И там мы могли полностью забыть про существование коронавируса. Кроме того, в Нидерландах совершенно другие ковидные ограничения. Их совсем нет. В супермаркет, например, можно зайти без маски, на вокзал, то есть во все общественные пространства. Доступ свободный сейчас, потому что, как я понимаю, у них очень высокий тол вакцинированности. Конечно же, на этом проекте мы ни за что не платили. Все оплачивали организаторы, нас кормили, нас поили, нам предоставляли жилье. Мы жили в хостеле. Этот хостел был зарезервирован только для участников фестиваля. И из-за ковидных ограничений, например, в комнате для восьми жили четверо человек, в комнате для четырех жили двое. Я сначала жила вдвоем с девочкой. Сейчас я вам покажу небольшой тур по нашей комнате. Итак, рум-тур. Комната рассчитана на шесть человек, поэтому мы можем менять кровати каждую ночь, если захотим. Я предпочитаю себе вот эту. Может быть, наверху как-нибудь посплю. Девочка, которая со мной живет, она орфистка. Она привезла маленький чемодан, потому что она только для первого проекта здесь. Зеркало, есть возможность помыть руки, повесить вещи, положить вещи. Есть душ, в котором, по-моему, может спать еще один человек запросто. Вот такой прекрасный вид на сад. По-моему, для хостела, то есть для самой низшей ступени в отелях. Очень даже классная комната, и здесь очень приятно находиться. Остаток первого проекта я также жила в комнате с четырьмя девочками. Мне это совершенно не понравилось. Я вообще привыкла быть одна, максимум с двумя людьми в комнате, и четыре. Это было очень некомфортно. Мы вчера переехали в город под названием Арне. И сегодня у нас типа свободный день. Имеется в виду день промежуток между утром и вечером. Потому что утром у нас была репетиция, а вечером у нас какой-то мастер-класс по, в общем, насчет тела. Я плохо сплю на новых местах, и я сегодня спала прям очень плохо. Плюс у нас сменился состав участников комнаты. Я теперь живу с тремя другими девочками, и это, естественно, создает то, что, ну, они ходят и двигаются во сне, и у меня все это будет. Я вообще к такому не привыкла, никогда не жила ни с кем. Но так или иначе, это прекрасный и очень интересный опыт. И, к счастью, это были мои любимые девочки, которые мне очень понравились, с которыми подружились. Так что здесь ничего плохого нет. Хочу поговорить про социальную часть проекта. Я прошла некоторую эволюцию от начала фестиваля до конца. В начале фестиваля я держалась очень отстраненно от всех. Мне критически не хватало личного пространства, времени наедине с собой. У меня был какой-то рубеж, ну, вот третий день, когда я прям очень устала от людей. Я просто такой человек, я вообще привыкла быть одна, люблю быть одна. И мне очень важно в это время с самой собой. Но на кастролях это просто невозможно. Потому что, понятное дело, репетиции... Но между репетициями ты тоже себе не принадлежишь. Потому что вы там едите вместе. Или вот вы на велосипедах вместе едете туда-сюда. Или на автобусе. То есть ты хочешь, не хочешь, вынужден все время взаимодействовать с людьми. А я этого не то, что не люблю, но мне не всегда это надо. И вчера у меня был такой момент. Я живу с одной девочкой. Она из Брюсселя. Мы давно знакомы. Она мне очень нравится. Все хорошо. Но я и говорю, Глория, можно мы просто помолчим? Это очень важно. Уметь ограничить общение, если вы устали. Если нет возможности одиниться. И искать такие возможности в том числе. Вот как, например, одной доехать до репетиционной базы нашей. Я надеюсь, что я доеду и ничего не перепутаю. Но спойлер, на симфоническом проекте все эти мои сомнения разрешились. Я общалась с людьми. Просто вот так вот наобщалась с людьми на этом проекте. Кстати, я просто обожаю мерч. Вот эта футболка, я считаю, что просто супер. Желтый этот цвет фестиваля в этом году. И на спине написано NGO Orchest. Интересной частью проекта и спецификой именно Нидерландов оказалось то, что мы должны были перемещаться на велосипедах. Я никогда не использовала спирт в основном транспорте, но мне пришлось научиться тому, что нужно каждое утро выносить с собой немножко бумаги для того, чтобы протереть свое сидение и не испачкать или не намочить свою одежду. То есть мы жили в небольшом городе. В центре этого города был театр, где мы репетировали Orpheus. А отель, в котором мы жили, находился на окраине города. На велосипеде для того, чтобы добраться до театра, нужно было проехать где-то минут 15. Это немного, и кажется, что это достаточно приятное развлечение, как бы движение, физическая нагрузка, почему бы и нет. Но, как оказалось, похода в Нидерландах очень непредсказуемая. И жители Петербурга меня поймут, наверное. Но в Нидерландах все намного-намного хуже. Потому что там дождь начинается внезапно. Ты никогда не можешь понять, когда он действительно будет. И он также внезапно заканчивается. И один раз мы ехали с репетиции, и мы вымокли насквозь. При этом не было возможности где-то переждать, потому что мы опаздывали на обед. Не то, что мы опаздывали. У нас было очень-очень жесткое расписание. То есть у нас была репетиция, и у нас был потом час, в который мы должны были вернуться, пообедать и вернуться обратно в театр. И времени там пережидать дождь совершенно не было. И мы вымокли. И на каждом из проектов, и на первом, и на втором, проводились так называемые фидбэк-сессии, когда можно было высказать все, что вам не нравится или нравится на проекте. И администрация должна учитывать эти пожелания в будущем. И я там сказала, что я не понимаю, почему для дождливых дней не нанять автобус, например. Велосипеды это, конечно, хорошо, но раз уж мы так все сильно заботимся о здоровье, почему бы, по крайней мере, можно было вот в этом гайдлайнах, в письме, в инструкции, которые они высылали, там было достаточно много пунктов, например, про то, что нельзя будет есть и пить в отеле свою еду. Ну, почему было не написать, возьмите с собой водостойкую одежду, возьмите с собой теплую одежду. Конечно, мы вроде как должны были сами это проверить, но если вы откроете погоду в Низерландах, кажется, что там всего 24-25 солнечно, можно и в шортах, и в платье, а на самом деле было холодно. Даже в одни из дней, когда у нас было немножко свободного времени, мы поехали в Эчиндэм, и я купила себе огромную толстовку, в которой вообще все дни ходила, потому что это что-то такое комфортное и большое, что на себя надеваешь, и тебя это сразу согревает. В общем, я очень мерзла в Нидерландах. Но, тем не менее, конечно, было интересно прикоснуться к этой части голландской культуры, потому что они везде ездят на велосипеде, ездят на велосипеде в любую погоду, и, что характерно, не надевают шлем. Итак, поговорим все-таки о музыке. Проект номер один был импровизационный. Что это значит? Ансамбль джазовой импровизации. Есть такой замечательный человек по имени Тим Клипхаус. Он джазовый скрипач, и композитор, и дирижер, соответственно. И он написал несколько пьес для оркестра, аранжировок. Но также у нас будет несколько песен, которые мы играем чисто на слух, то есть они у нас нотами никак не записаны. А еще в каждом произведении есть несколько солистов, которые будут на сцене импровизировать. То есть там, допустим, есть какое-то место, где есть аккомпанемент только у оркестра, а человек играет. Или, например, прямо в произведении подописана каденция такая с фирматой, и также человек играет импровизацией. Естественно, это все прорепетировано в плане того, что он знает какие там аккорды, как будет меняться аккомпанемент, сколько тактов и так далее. Но в целом это чистая импровизация, и это, конечно, очень ново, интригующе и интересно. И, естественно, у меня тоже будет там соло. Вот. Поэтому немного волнуюсь. Какие-то произведения мы играли даже без нот. Например, у нас концерт начинался, и мы выходили, у нас не было пипитров вообще, и мы должны были играть по памяти. Тим Крипхаус — это скрипач. Он преподает в Амстердаме джазовую скрипку, и очень много говорили о гармонии, об аккордах, о том, как вообще музыка строится. Оказалось, что джаз — это не просто вот импровизация, импровизация. Там есть четкая структура, в том числе аккордовая, и определенные там ступени, на которые нужно опираться. Конечно, основное предназначение этого проекта — нас, академических музыкантов, у которых нет абсолютно никакой подготовки, расслабить, то есть чтобы мы научились со своим инструментом быть более свободным, не бояться играть фальшивые или неправильные ноты. Одна из крылатых цитат Тима — это «There is no a wrong note, there is a leading note», что означает, что нет неправильных нот, есть ноты, которые ведут в правильную ноту. Вы понимаете, что я имею в виду, то есть есть всегда вот этот вот полутоновый ход в правильную ноту, нужно просто понимать какой-то анализ, и находишь, быстро соображать. То есть там прямо у нас работали мозги, и наша именно музыканская. И именно это было очень круто в этом проекте — осознать, что тебе не нужен листок с музыкой, музыка есть уже внутри тебя, и осознание того, что столько музыки, столько идей в тебе зарыто, и нужно только попытаться их открыть и явить миру, и другие люди тоже могут их услышать и оценить. Вот это вот осознание — это то, ради чего этот проект изотевался, и это именно то, что я из него вынесла. Вообще атмосфера в этом ансамбле была очень камерная, очень домашняя, все-таки всего 15 человек, и Тим тоже пытался создать такую расслабленную атмосферу. Очень часто после репетиции приходил к нам в отель для того, чтобы выпить с нами безалкогольные напитки. Вот, кстати говоря, про голландскую культуру. Еще одна особенность, которую я выяснила, — это то, что для них съесть на обед сэндвич, то есть просто хлеб с сыром, например, это нормально, и это очень распространено. У нас просто было несколько таких дней, когда у нас в графе «обед» стояла «packed lunch». «packed lunch» — это когда ты на завтраке из хлеба, сыра, ветчины, себе делаешь бутерброд, кладешь его в пакет, берешь яблочко, и потом в театре сидишь и кушаешь этот бутерброд, и это твой обед, а потом тебе еще весь вечер играть. Я считаю, что это недостаточное питание для моего молодого растущего организма. Я тоже об этом сказала, кстати, на фидбэк сессии, очень многие меня поддержали, на что нам сказали, что это часть, в том числе, голландской культуры, что для них это совершенно нормально. При этом ужинают они достаточно рано, в 5-6 часов у нас был ужин. Для России, я думаю, что это ничего страшного, а вот, например, испанцы и итальянцы, они прям очень жаловались, им после репетиции так хотелось съесть, что они были вынуждены заказывать пиццу или доставку, и вообще они очень страдали именно от этих ранних ужинов. То, что мне понравилось насчет еды, это то, что в перерывах у нас были всегда 3-часовые репетиции и один перерыв в 20 минут, и в этот перерыв нам всегда приносили горячий кофе, он был совершенно бесплатный, они нас так подсадили на этот кофе, что я пила его уже в каждом перерыве, и это было абсолютно нормально. Мне очень нравится такой подход, что в театрах артисты предлагают кофе, еще нам приносили всякие печеньки к этому кофе, конечно же, была чистая вода. Главное, перехожу к симфоническому проекту. На симфоническом проекте было около 100 человек, и при этом удивительным образом все люди разделились на два языковых сообщества. Одни говорили по-голландски, а другие говорили по-испански, потому что было очень много людей из Испании, из Португалии. В этот момент я поняла, что 5 языков 25 годам это абсолютно бесполезно. Я учила не те языки, потому что ни на голландском, ни на испанском я не могла включиться в разговор, и вы не представляете, насколько сильно это угнетает, потому что, поскольку мы форсированы к тому, чтобы быть именно в этом обществе, ты не можешь никуда уйти. В тот момент, когда люди начинают говорить на незнакомом тебе языке, ты сразу чувствуешь себя эксклюдой, то есть исключенным из группы, и это очень печально. У меня даже был маленький конфликт на этой почве с одним мальчиком, потому что я его просила несколько раз в течение одного разговора не переходить на голландский, а он мне сказал, я в Голландии, я хочу говорить на голландском, и вообще мне типа пофиг на тебя. Мальчички на него ополчились, это все там не очень хорошо закончилось. Ну вот просто такое мое ощущение, что, конечно, очень неприятно, когда ты не можешь поддержать разговор на языке большинства, и при том, что в моей голове вообще-то много языков. Я вот так вот страдала, мне постоянно приходилось спросить, перейдите, пожалуйста, на английский. Нет, есть люди, которые понимают, и которые сами, например, останавливают, ну вот в голландской группе, например, голландскоговорящих людей, останавливают и просят, слушай, здесь вот эта девочка, или там несколько часов даже, пожалуйста, говори по-английски. Вот, а некоторые прям не понимают. Ну, когда они сами окажутся в такой ситуации, посмотрим, как они заговорят. В начале симфонического проекта я прямо очень плохо себя чувствовала, потому что я заболела. У нас на первом проекте девочка одна приболела, ее изолировали и тестировали. Это был не коронавирус, но тем не менее она свою болячку всем передала. И вот меня это достигло именно в начале симфонического проекта очень неудачно, потому что симфонический проект был очень интенсивный. Я очень плохо себя чувствовала, плюс такое количество людей. Вспоминайте мою социопатию, а тут еще сто новых человек приехало. Кстати, вот с джазового проекта кроме меня осталось еще три человека, и мы были такие выжившие, такие типа локал ребята, которые знали все, знали, где что находится, где отель, где театр. То есть закрытыми глазами мы уже могли на велосипеде доехать до этого театра. И нам тоже было очень сложно воспринимать то, сколько людей приехало, какие огромные очереди в столовой, как вообще... Ну, просто глаза разбегаются. Вот, поэтому я просто избегала всех вечеринок. Кроме того, я болела. Мне нужно было еще партии учить, потому что, ну, я была на джазовом проекте, у меня не было возможности поучить партии. Вот, поэтому приходилось еще в свободное время заниматься. Вот, сейчас, когда уже все это время прошло, кажется, что ой, как здорово, там было мало сна, было так много веселья, была настоящая музыка, там, ребята... Нет, это все очень круто. Но я помню, что тогда мне было прям очень тяжело, и я писала даже пост в инстаграме, в сторис. Вы мне там посылали огонечки, и спасибо вам огромное. Но как только мне стало полегче, даже будучи еще больной, я говорю больной, я имею в виду, что у меня болело горло, и мне физически было сложно долго много разговаривать. Я все равно спускала в лобби для того, чтобы с ребятами немножко пообщаться, потому что я приметила себе несколько интересных людей, с которыми мне хотелось развить это общение. В том числе, там была одна русская девочка. Настя, привет, если ты смотришь. И еще несколько людей, с которыми я обязательно еще встречусь. Я планирую этой осенью поехать еще раз в Нидерланды, как только получу свой вид на жительство, снова смогу путешествовать. Из-за того, что я болела, из-за того, что сил у меня было немного, я приняла для себя решение, что пока я не выздоровлю, я не буду пить алкоголь, потому что я всегда на следующий день чувствую, даже если я выпила один бокал вина. И поэтому в этой ситуации максимального сохранения энергии я решила, что я буду тусоваться, я, может быть, буду ложиться спать позже, чем принято, да, в час, в два, но не буду пить алкоголь. И поскольку я болела, я заваривала себе такую большую кружку чая, которую я купила в супермаркете, я просила Бористо мне горячей воды налить, плюс я с завтрака брала мёд, ребята португальцы мне купили имбирь, и, в общем, я делала себе такой супермикс зелья, и я вот с этой чашкой чая в огромной толстовке, все вокруг тусуются, там танцуют, пьют, играют в бильярд, и я как бейби-йода с этой чашкой чая. Вот, и, ну, это было прикольно, я всё равно была со всеми, но, по крайней мере, я делала себе хорошо, не вредила себе, и поэтому, когда я уже полностью выздоровела, я могла в последние дни уже тусоваться как надо, со всеми, у меня появились на это силы, появились желания, потому что, в том числе, наверное, во время первого проекта я не была настолько социально активна, потому что во время второго приехало действительно очень много людей, и выбор, так сказать, был больше. Вы знаете, это ситуация, когда тебя помещают, в общество абсолютно незнакомых людей, это в том числе эксперимент и над собой тоже, потому что ты понимаешь, как ты себя ведёшь в ситуации, когда тебя никто не знает, когда нет этого бэкграунда, и ты раскрываешься немножко по-другому, потому что у тебя есть эта возможность, и я для себя это отметила, очень многие наблюдения для себя сделала, и в том числе здорово общаться с разными людьми, и даже если общение не со всеми происходит в хорошем ключе, ну, например, с кем-то ты разговариваешь, и понимаешь, что нет, ну человек чем-то мне не нравится или неинтересен. Мне как будто сейчас проще в любой ситуации с людьми общаться, разговаривать, потому что на этом проекте ты тренируешь этот мускул спонтанного общения, общения на любую тему. еще интересно, что пройдя вот этот вот барьер между вопросами откуда ты, сколько тебе лет, как тебе зовут, где ты учишься, сток вопросов после он всегда разный, и когда ты общаешься на эти рандомные темы с рандомными людьми, это тебе тоже дает какое-то интересное отражение в себя. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Самое страшное и странное, что случилось, это то, когда проект закончился, и в одночасье все люди, то есть все общество, которое построилось, вы же, наверное, читали «Поговоритель о мухах», вы понимаете, что в любом обществе существуют некоторые роли, существуют некоторые, скажем так, группы и так далее, то есть ты уже привык быть в этом обществе за 10 дней, и ты привык есть с какими-то людьми, ты привык видеть каких-то людей и не видеть никого больше. И когда я вернулась с гастролей, я почувствовала такую огромную пустоту и печаль, потому что вдруг все люди куда-то делись, и это так страшно и так странно, я сразу стала писать всем этим ребятам, ну не всем, а некоторым моим друзьям, которых я завела на проекте, я даже в Zoom созвонилась там с несколькими ребятами, и мы такие «Да, да, ой, как странно, как все странно». Еще под конец фестиваля я, конечно, очень устала, в том числе я устала от рутины, потому что ты немножко тупеешь, поймите меня правильно, каждый день мы совершали одни и те же как бы ритмизованные действия, ты просыпаешься, тебе нужно быстро поесть, ты накладываешь еду, ты крутишь колеса, ты играешь на скрипке, ты крутишь колеса, ты накладываешь еду, ты крутишь колеса, ты играешь на репетиции, ты крутишь колеса, ты опять ешь, ты пьешь, ты спишь, и так дальше, и все повторяется каждый день одно и то же. Вот эта вот невозможность самому выбирать, в каком порядке или в каком направлении двигаться, это тебя делает немножко ограниченным и утомленным. Я чувствовала себя из-за этого очень странно, потому что я привыкла сама выбирать свою жизнь, что-то создавать, что-то делать, куда-то идти, а тут ты превращаешься в такого прям организованного солдата-музыканта. Тем не менее, положа руку на сердце, я должна сказать, что все те невзгоды, все те неудобства или вот эта вот несвобода, все это на 100% стоило того, чтобы поучаствовать в этом проекте. И такой вишенкой на торте, венцом этого фестиваля лично для меня, стали два концерта 14 августа в концерт Гебео Амстердам. Концерт Гебео — это зал моей мечты. Я не знаю почему, как так получилось, но когда я впервые узнала о его существовании и увидела фотографии, я абсолютно влюбилась в это место. И я всегда хотела хотя бы там побывать, что я сделала в ноябре 2019 года, когда я сделала на концерт Джанин Янсен. Но о том, чтобы играть там, я и думать не смела. И когда я увидела в планинге фестиваля, что у нас будет там концерт, я до последнего не верила, что это состоится, даже когда в мае начали уже продавать на него билеты. И нельзя сказать, что это была моя мечта, что прям в списке моих мечт был концерт Гебео Амстердам. Конечно нет. Это один из тех случаев, когда ты, может быть, даже не думаешь об этом, но ты просто когда-то что-то полюбил или отметил это себя, и это снова в твою жизнь возвращается. И ты думаешь, а, я все делаю правильно. И вот это вот ощущение того, что я все делаю правильно, играя на скрипке, занимаюсь музыкой столько лет, оно посетило меня, когда я впервые взошла на эту сцену, когда я села, я стала смотреть вокруг, мне хотелось плакать, мне хотелось, не знаю, кричать, мне не хотелось даже играть. Просто от того, что я была там, я видела эти имена, это золото, этот свет. И это было просто потрясающе. Я думала о всех тех людях, которые мне помогали на моем пути, педагогу, который помогал мне играть прослушивание в NGO, просто всем людям, которые когда-то меня поддерживали, и это был очень счастливый момент, это один из счастливейших моментов этого года и вообще моей музыкальной карьеры. Вот так, дорогие друзья, я желаю вам мечтать, верить и обязательно играть прослушивание в молодежные оркестры, если вы никогда этого не делали. Кстати, у меня на канале замечательное видео о молодежных оркестрах, а в инстаграме я недавно делала актуальный пост о прослушиваниях в этом учебном году. Обязательно переходите, пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео, и мы увидимся с вами совсем скоро. Обнимаю вас, пока! Не знаю, как я проживу здесь три недели, устану или сильно, или наоборот, заведу новых друзей. Сейчас пока чувствую себя дико уставшей и очень счастливой.